Тогда я этого не осознавал, но сейчас, конечно, понятно, что 10 лет — это достаточно поздно для того, чтобы становиться музыкантом. Не могу сказать, что я полюбил это дело тогда, но, по крайней мере, я тогда начал этим заниматься. С тех пор у меня появилось заново желание заниматься музыкой. Собственно, наш первый с ним совместный альбом — это была моя дипломная работа. И один из этих альбомов номинирован на Recording of the Year. Проводилось очень много театральных фестивалей, куда приезжали спектакли со своими постановочными командами со всего мира. Там же, в Театре нации, я поработал со многими достаточно крупными театральными режиссерами. После окончания курса одно из моих заданий вошло в учебник «Беркли», который сейчас издается. Через какое-то время, через полгода, получил ответ о том, что моя заявка одобрена, и мне дали статус «Voting Member». И именно это меня и привлекает, что тут я могу совмещать и реализовывать свои музыкальные потребности и эстетические звуковые потребности. Действительно здорово, когда суперпрофессионалы вливаются в этот огромный океан. Действительно хороших людей, которые воплощают свой творческий, профессиональный потенциал по эту сторону океана. Вот один из таких уникальных людей, профессионалов у нас сегодня гостем. Потому как свою жизнь он распланировал на много лет вперед и связал ее именно с здешней медиаиндустрией, с здешним сохранением культурного наследия. Андрей Борисов. Андрей Борисов – звукорежиссер. Андрей Борисов уже как жюри, грэмми, академик. Андрей Борисов преподает в университете звукорежиссуру. И человек, который универсал. Человек, который не концентрируется на узкой специализации звукорежиссуры, а именно записывает культовые альбомы уникальных музыкантов и выпускает театральные постановки, как звукорежиссер освещает, окрашивает своим высоким профессионализмом все то, к чему это прикасается и к чему прикасается. Андрей, доброе утро. Доброе утро, Юля. Вау. Ну все, звукорежиссура победила. Очень-очень радостно. Спасибо большое. Спасибо всем тем службам поддержки, которые сумели совершить чудо, и у нас все-таки получилось поговорить. А поговорить-то хочется, потому что, конечно же, хочется узнать о планах и пожелать то, чтобы все сбылось. Узнать о том пути, который уже пройден в профессиональном мире. Узнать о том, как удается достигать с таких высот и охватывать сразу такую широкую палитру профессиональной деятельности. Ну, наверное, вопрос будет один, маленький и простой. С чего все началось и почему звукорежиссура, уважаемый Андрей Борисов? Ну, как и у многих моих коллег-звукорежиссеров, все начиналось с музыки. И когда мне было 10 лет, я пошел в музыкальную школу, и тогда я этого не осознавал. Но сейчас, конечно, понятно, что 10 лет — это достаточно поздно для того, чтобы становиться музыкантом. Но я не так долго мучился и проучился всего два года. И в течение последующих пяти лет я к музыке не подходил. И, как и часто бывает, происходят в жизни какие-то случайные события, которые к чему-то нас приводят. И, в общем-то, мое начало звукорежиссерской профессии, наверное, этому предшествовали два события. Первое событие такое. В школе, где я учился, были разные мероприятия, концерты, Дни учителя, Новый год и так далее. И их проводили, как правило, старшеклассники. И вот, когда я перешел в 11 класс, мне предложили занять место звукорежиссера. У нас не было в школе штатного звукорежиссера. И я первый раз тогда, в 16 лет, познакомился с микшерным пультом. Я запускал какую-то музыку, включал, открывал микрофоны. И не могу сказать, что я полюбил это дело тогда, но, по крайней мере, я тогда начал этим заниматься. И второе событие, которое, наверное, тоже повлияло на мой выбор, довольно необычное. Как-то мы с моим братом сидели и разговаривали, не помню уже даже о чем. И на тот момент он был больше в звукорежиссерской теме. И он мне рассказал про... Начал рассказывать про синтезаторы MOOC, про аналоговые синтезаторы. Меня это очень увлекло. И как-то он так интересно про это рассказал. И с тех пор у меня появилось заново желание заниматься музыкой. Я нашел частного преподавателя по фортепиано, начал учиться с ним. И так появилось решение поступить на кафедру звукорежиссуры и закончить вуз как звукорежиссер. А дальше тоже было много разных случаев, которые уже привели к какому-то серьезному карьерному пути. И заканчивая вуз и делая свою дипломную работу, я познакомился с пианистом Микаэлом Эрапеттианом, с которым мы до сих пор сотрудничаем. С которым я записал очень много фортепианной музыки. И, собственно, наш первый с ним совместный альбом. Это была моя дипломная работа. Ничего себе. Это же какие-то народные песни. И вот именно этот пианист своей главной задачей определил сохранение культурного наследия. И удивительно как, что ты сразу в своей дипломной работе по таким верхушкам пошел, по таким высотам. Значит, когда в школе решил, что будешь изучать звукорежиссера, ты просто понял, что от тебя зависит, что услышат люди. Что они поймут, да? Что ты можешь управлять этим. И, конечно же, это не может не заинтересовать человека, потому как взрослый, у микрофонов. А ты решаешь, кто сегодня говорит или кто в данный момент говорит, а кто нет. Трудно быть богом. Да, такая возможность была. Ну да, я понимаю. Ну и, конечно же, звукорежиссера всегда такая штука, что музыка. То есть даже та музыка, которую в школе никогда нельзя было услышать, ты мог ее принести. И ты был таким уже небожителем. Потому что ты мог управлять этими потоками эмоциональными через музыку. И понятно, что ты попал в это поле, понятно, что ты себя там нащупал, нашел. И в какое же учебное заведение ты сначала поступил. Потому что, когда я посмотрела, сколько у тебя высших образований, ну, я сильно удивилась, да. То есть у меня тоже несколько, и PHD тоже. Но то, что у тебя и закончен один из музыкальных университетов по композиции, да. То есть ты как композитор можешь работать. Каким образом это все распределялось? Расскажи, пожалуйста, немного об этом. Как складывалась твоя учебная жизнь и что за жажда познания? Это вся та самая компенсация за то, что в музыкальную школу так мало ходил? Да, наверное, это именно так и есть. Когда я вступил на звукорежиссуру, я параллельно все равно занимался музыкой. Я занимался с преподавателем сначала с пианистом, а потом начал заниматься и композицией с одним композитором. И я всегда занимался параллельно двумя этими вещами. И, казалось бы, после того, как я закончил вуз, я получил диплом, я мог работать звукорежиссером. Тогда же меня позвали и преподавать звукорежиссуру. Но, видимо, как раз незаконченная музыкальная школа не давала мне покоя. Я хотел заниматься и музыкой тоже. И через какое-то время я пошел учиться в колледж импровизационной музыки, в джазовый колледж. Но не очень долго получилось у меня там учиться, потому что это все-таки была исполнительская профессия. Меня тянуло к сочинительству, к композиции. И через какое-то время я попробовал поступить в Московскую консерваторию по специальности композиции. Вот точно я тебе хочу сказать, попробовал. Я отучился там два года. Почему еще меня к этому тянуло? Потому что к моменту, когда я уже преподавал в ВУЗе, меня пригласили работать в театр. В театр наций. Сейчас могу только сказать, что до того, как ты закончишь работу с Михаилом Айрпетяном, дело в том, что издано уже 14 фортепианных альбомов Михаила Айрпетяна. И, конечно же, их все можно найти. Это работа Андрея Борисова. И один из этих альбомов номинирован на Recording of the Year. Это действительно так. Чему прикасается этот человек, это становится лучшим. А также, как он только-только обозначил, что он работал и как театральный звукорежиссер, вот смотрите, как только он соприкоснулся с мастерской Петра Фоменко, а тут же премия за лучшую звукорежиссуру в спектакле. То есть вот это действительно ты нашел свой профессиональный путь, и поэтому это сразу как-то выносит тебя на очень видимые поля и сразу же оценено людьми. Мне кажется, что это вот какая-то такая закономерность. Не тихо там гайку в углу точить, а еще и быть видимым. А мастерская Петра Фоменко, извините, в этом году 30-й сезон открывает. Хотя они отсчеты идут с 80-х годов, да, так или иначе, это какая-то театр-то вовсе не заштатный театр, это один из лучших. Можно тогда вот сейчас зайти в поле театрального звукорежиссера, как ты себя там попробовал? Да, с театральной сферой вообще все было достаточно интересно. Театр не очень меня интересовал, пока я учился, и в школе, и в вузе. И вот как все получилось. Один из моих студентов, это уже было после окончания вуза, студент-заочник, он уже работал в театральной сфере, и он пригласил меня на работу в театр. Я достаточно скептически к этому отнесся, но согласился, потому что это была интересная работа. И, в общем-то, с этого и начался профессиональный путь работы в театре. Я начал работать в Театре наций, и это очень важно, что я попал именно сюда, потому что Театр наций особенен тем, что на тот момент, это был где-то 2012-2013 год, проводилось очень много театральных фестивалей, куда приезжали спектакли со своими постановочными командами со всего мира. Из Европы, из Америки, из Канады. И я очень быстро набирался опыта у самых, в общем-то, лучших театральных команд. И это меня сильно... ну, это меня сразу затянуло, мне стало интересно театральная звукорежиссура, мне стал интересен саунд-дизайн, музыка, потому что звукорежиссеры в театре часто делают и саунд-дизайнерскую часть, и композиторскую работу. И там же, в Театре наций, я поработал со многими достаточно крупными театральными режиссерами, что тоже, конечно, дало большой опыт. И позже, когда я уже работал как фрилансер и в Театре Петра Фоменко, о котором вы сказали, и в других театрах московских, и я работал также в немецком театре, вот, это, конечно, всё было благодаря той базе, которую я получил в самом начале, благодаря командам со всего мира. Благодаря своему любопытству, благодаря своей дотошности, благодаря тому, что тебе просто это интересно, потому что это твоё поле, твоя жизнь. Спасибо, что делишься, потому как мы мотаем на усы, тоже делаем выводы. А если дорога открыта, то это та дорога, по которой нам нужно идти. Если всё время непрерывно появляются какие-то такие серьёзные, наверное, препятствия, то после нескольких попыток можно подумать, куда же ведёт этот поток. Может быть, действительно как-то немного повернуть и увидеть уже то, что принадлежит тебе, почему тебе нужно идти. А Беркли Мьюзик Скул? Ты закончил и Беркли Мьюзик Скул тоже. По какому профилю звукорежиссуры ты соприкоснулся с этим учебным заведением? В Беркли я учился дистанционно. В общем-то, я охватил очень много дисциплин там. И могу сказать, что, наверное, это одна из лучших площадок, которые существуют на сегодняшний день среди дистанционного музыкального образования, особенно что касается современной музыки. Я закончил курс по миксингу, по многим джазовым музыкальным дисциплинам, по джазовой гармонии, джазовой композиции, по звукорежиссуре для кино, также по оркестровке. У меня была одна дисциплина, которая называлась контрапункт, контрпоинт. Наверное, это то, чем можно похвастаться. После окончания курса одно из моих заданий вошло в учебник Беркли, который сейчас издается. Автор этого учебника был мой педагог. Она его с моего разрешения опубликовала. Так что теперь могу заявлять, что в учебнике Беркли есть какой-то кусочек моего варенья. Ничего себе, Андрей Борисов, запомните это имя. И вот можно даже, наверное, как-то действительно оценить то, что человек творит. У тебя еще есть в сборнике музыкального образования в современном мире такая публикация «Художный подход к звукозаписи фортепианной музыки». И это вовсе не сужает рамки того, о чем мы сейчас говорим. Это, наоборот, каким-то образом определяет глубину того, что ты делаешь. Потому как понятно, что верхушки мы обозначаем сейчас. И публикация в учебнике, и публикация именно о том технически, что ты делаешь, это тоже говорит о глубине твоих знаний. А как тебя в Гремме вдруг пригласили? То есть когда-то, вот буквально, наверное, пару лет назад я удивилась формулировке «Национальная академия искусства и науки звукозаписи, музыкальная академия США, в 1957 году основанная, вручающая премии Гремми». То есть премия Гремми вручает «Национальная академия науки звукозаписи». То есть и вот там этот человек одобрен как... Пожалуйста, рассказывай, каким образом? Ты просто оттуда свои работы отправил или что? Да, в том числе и работы тоже. Я подал заявку на право быть членом Академии звукозаписи. Но заявка... Чтобы подать заявку, нужно выполнить некоторые требования. Во-первых, нужны некоторые рекомендации от членов Гремми. И самое главное, конечно, это работы. И в качестве работ я отправил наши записи с Микаэлом Эрпетяном, в том числе тот альбом, который был номинирован на альбом года. И через какое-то время, через полгода получил ответ о том, что моя заявка одобрена, и мне дали статус «Voting Member». Выпускник Московской консерватории двух классов. Музыкальный звукорежиссур и курс композиции. Выпускник Бёркли, человек, который писал в учебник, и человек, который к чему-то соприкасается, с чем-то соприкасается, сразу же выходит на гребни волны, на какие-то невероятные, недостижимые высоты. Какие планы? С чем хотел бы соприкоснуться дальше? Что чувствуешь? Куда ведет, если здесь, то как? Через что? В последнее время мне стала очень интересна академическая звукозапись, поскольку я продолжил в ассистентуре обучения в Московской консерватории, в ассистентуре Московской консерватории, как звукорежиссер. До этого я фокусировался в основном на записи фортепианной музыки и камерной музыки. Сейчас я больше фокусируюсь на записях больших оркестров, симфонических хоров. Много пишем в залах Московской консерватории, в Большом зале, в Малом, в Рахманиновском. То есть вот такую перспективу я на данный момент вижу для себя и мне на данный момент, наверное, интереснее всего. Но это же настолько разные способы записи, это же настолько еще и в разных залах, это же настолько важно еще и разбираться в классической музыке, в звучании хора, в звучании симфонического оркестра, бесконечный поиск и внимание к нюансам, к мелочам, собственное восприятие, звуковые эксперименты. Это действительно способность, может быть, только у человека, который разбирается во всех этих полях. Это просто на стыке наук и высокого образования. То есть иначе просто не подойти, иначе просто это даже не просто подзвучить, это запись глобальных таких огромных событий. Это действительно как-то очень серьезно. А здесь, что может быть для тебя здесь интересно, настолько же глобально, как это было там? Надеюсь, что вернется все в мир, и все вернется вновь на круги своя. А вот что ты по такому же уровневому восприятию здесь оцениваешь? Имеется в виду в звукозаписи академической? Да. Ну, здесь, как вы правильно сказали, это действительно очень сложная и требующая разных знаний деятельность. Как правило, академической звукозаписью занимаются только музыканты, то есть люди, которые пришли из исполнительской или из теоретической музыкальной среды, потому что человек, который записывает оркестры, он должен, ну, как минимум, понимать партитуру, следить за тем, что происходит, за тем, что звучит, должен разбираться в форме. В общем-то, об этом я часто говорю своим студентам. Если мы говорим про современную музыку, то иногда, ну, достаточно даже нередко встречаются звукорежиссеры, у которых нет фундаментальной музыкальной подготовки. Но в случае с академической музыкой, конечно, она обязательно. Нужно понимать, что мы хотим получить, нужно понимать какие-то интерпретационные нюансы оркестров и исполнения. И именно это меня и привлекает, что тут я могу совмещать и реализовывать свои музыкальные потребности и эстетические звуковые потребности, фокусироваться на том, как звучат камерные составы, как звучит хор, как звучит сольный рояль. Сольный рояль, несмотря на то, что это один инструмент, это довольно сложный инструмент для записи. И вот эти детали меня не очень привлекают. Глубоко, уникально, деликатно. Какой-то собирательный образ действительно высокообразованного, интеллигентного человека, который может преподавать, который может общаться, и который может делать дело на двух языках. Абсолютно потому, как он выпускник Московской консерватории, учился в Беркли, что и там, и там своим талантом делился, и там, и там опубликованы у него его глубокие исследования. Андрей Борисов зовут этого человека. Он может назвать себя просто звукорежиссер, но это вовсе не просто. Сегодня мы чуть-чуть приподнимаем кулисы. Кулисы профессиональности, профессионального уровня. Андрей Борисов. Мы еще вернемся. Говори обо мне. Авторская программа. Юля и Надя Генеуш. Ну а мы завершаем программу «Говоря обо мне», для того, чтобы открыть эфир для замечательной музыки Ультайсы Шумовой. А гостем сегодня в программе «Говоря обо мне» я могу сказать уникальный специалист. С действительно глубокими знаниями, огромной практикой. Он член Агреми Академии. Он имеет два высших образования в Московской консерватории как композитор и как звукорежиссер. Он закончил Berkeley Music School и, помимо всего прочего, написал, внес свой вклад в учебники, что одного учебного заведения, что другого. Конечно же, очень здорово соприкоснуться и увидеть гребень твоей волны, Андрей Борисов. Вот теперь, пожалуйста, скажи, о чем ты мечтаешь, оказавшись здесь? Что бы ты хотел, что бы сложилось? Сфокусироваться на чем-то, это как театральный звукорежиссер, как звукорежиссер в звукозаписывающей студии, писать симфоническую музыку или хоры, где-то здесь работы, Корнеги Холл, Линкольн Центр, Мэтт Опера, или у тебя есть какие-то еще планы или мечты? Говори по радио слышнее. Поскольку я занимаюсь разными направлениями звукорежиссуры и театром, и музыкой, я часто слышу такое мнение, что все-таки, чтобы стать действительно, добиться какого-то высокого уровня, какой-то деятельности, нужно сфокусироваться на чем-то одном. И, в общем, я не могу с этим поспорить, это действительно так. Но, с другой стороны, когда мы занимаемся разными вещами, это расширяет наш кругозор, и какая-то информация, какие-то ответы из одной сферы могут помочь ответить на вопросы из другой. Музыка и звукорежиссура — это очень схожие вещи, хотя они, конечно, совсем не равны, но они лежат в одном поле. Как говорил мой преподаватель в Беркли, главное — найти баланс между единством и вариативностью. И это действительно очень важный баланс. А баланс в звукорежиссуре — это самое главное, наверное. Этим мы и занимаемся, когда мы пишем оркестры, какие-то камерные составы, мы балансируем. Нет никакого простого ответа, нет одного ответа. И ответы, как делать хорошую запись того или другого, — это вечный поиск. И мне хотелось бы продолжить искать, находить какое-то звучание, какое-то своё звучание, заниматься нюансами, которые слышу я, пытаться показать их слушателям, которые будут слушать мои записи. Это всегда очень интересный и очень творческий процесс, поэтому и звукорежиссуру мы тоже называем искусство звукорежиссуры, искусство сведения. Спасибо, пусть всё получится. Ну, видишь, у тебя как-то на круги своя всё вернулось. Говорят, что если ты хочешь найти, понять твоё предназначение, призвание, вспомни, что ты делал в детстве, то, что тебя увлекало. И просто попробуй продолжить это уже в осознанном возрасте. Ты начал с детства, и вот посмотри, да, всё получилось. Ну и ещё на тебе можно совершенно спокойно увидеть действие твоей фразы, что найди твой путь, твою работу по твоей душе, тебе не придётся работать ни одного дня. Представляешь, что бы было, если бы всё это было только в твоих обязанностях, а не в признании и не по велению, по воле души. Спасибо тебе за то, что так поделился тем, что с тобой происходит. Это был самый замечательный кофе. Этим утром всем радиослушателям я желаю, чтобы сложилось точно так же, сложилось счастье, сложилась та самая гармония внутренняя, внешняя. И всё, что бы вы делали, привело вас именно на ваш путь, уникальный путь. И вы исполнили своё предназначение. Спасибо. И я пользуюсь случаем ещё очень хочу пожелать здорового и счастья одному человеку, который самый-самый дорогой для меня, один из самых дорогих, наш с Надей. Потому что Надя Гений, уж большой тебе привет. И Кать Субботина тоже. Сегодня день рождения нашего папы, 83 года. Пап, здоровья. Спасибо, что мы нашли свой путь. Ну и моим большой привет. Спасибо за папу. Прости, Андрей, Андрей Борисов, что я такое лирическое отступление себе позволила, но мне, правда, это было очень-очень важно. Спасибо. И до встречи здесь. Пусть всё сложится, пусть всё получится. Встреча по эту сторону океана. Как с Азуком. Спасибо большое, Юля. Андрей Борисов. Счастливо. Программа «Говори обо мне». Приятных вам выходных, дорогие. Тем более в роскошной нью-йоркской осени. Теплынь-то какая. Всё успеем. Счастливо. Продолжение следует.